Бывают такие недели, когда просмотр новостей на федеральных каналах реально поднимает настроение. Ты включаешь телевизор, смотришь и невольно улыбаешься. Украина отказывается от всего русского, от песен, языка. Все последние годы зрители федеральных каналов под предводительством Олюшки Скобеевой прожигали диваны, негодуя от декоммунизации в Украине. На Украине начали переименовывать улицы и города. Все названия, которые хотя бы отдаленно напоминают о советском прошлом, новая власть хочет уничтожить. Вот этот вот жутковатый процесс декоммунизации, пятый год, и вы, мне кажется, погрязли. В то же время в самой России просто тихонечко меняли название советских улиц на новые. Такие таблички здесь появились буквально месяц назад. Еще недавно эта улица носила имя немецкого философа Карла Маркса. Только в Грозно новые имена дали 28 улицам. Ну да, одно дело неким виртуальным хохлам предъявлять, а совсем другое святому Рамзану Ахматовичу. Те же кизяки при одной мысли об этом уменьшались до размера дедовской портянки. И вот вслед за Чечней эстафету декоммунизации приняли, чур громко не ржать, крымское дворянство. Подняли вопрос о возвращении прежних дореволюционных названий улицам и площадям России, в том числе и в Крыму. Ну а что? Под такое дело можно и няшу подключить. Девка-то, чай уже взрослая, должна знать, кто ее любимого мужика завалил. Того, гляди, поднакопит злости и декоммунизирует местного Ленина парочкой лоу-киков. Но нам почему-то кажется, что куда вероятнее другой вариант. Просто некий местный остап Бендер решил срубить с дворянства немножко налички. Ну пусть будет на декоммунизацию. Нужна немедленная помощь. Я приглашаю вас сейчас же сделать свои взносы и помочь детям. Только детям. И никому другому. Но это так, поржать и забыть. Ну а еще нельзя не улыбаться, глядя на пропагандистов, которые все недостатки своей страны пытаются предъявить кому-то. Короче, чтобы вы понимали уровень. В стране, где дети начинают рыдать, услышав вопрос о счастливом детстве... В стране, где старики в регионах берут штурма мусорник... Российские пенсионеры вынуждены искать себе пропитание на помойках. А более благополучные банально экономят на еде, чтобы купить лекарства... Так вот, именно в этой стране федеральные каналы решили снять кино, вино и домино. О чем бы вы думали? О, братцы, не поверите. О нищете в проклятой бездуховной гейропе. Европейцы тоже экономят буквально на всем. Мол, все рассказы о высоких зарплатах – это миф. Кстати, в Европе цены на продукты кусаются больнее, чем в России. Нет, Меркель-то своим пенсионерам немного больше, чем 9 тысяч рублей платит. Это начальник управления молодежной политики Алтайского края Екатерина Читошникова, которая убеждена, что зарплата выше 9 тысяч рублей – это роскошь. Но хватает этого ненадолго. Вот и вынуждены голодные немцы бегать по распродажам. Даже берут отгулы на работе, чтобы успеть на финальные распродажи. Ничего себе сказал, я себе, попивая пивко у телевизора, поделился мыслями с женой патриот Ваня. А мы-то, Машки, еще и Путина почем зря ругаем, когда беднота за бугром беспросветная. Горбатится за копейки, а потом еще и химию едят. В США погоня за сэкономленным центом давно переросла в массовое помешательство. Взгляните, чем питаются жители Соединенных Штатов – дешевыми полуфабрикатами сомнительного качества и химическим молоком. Вот честное слово, хоть ГУМ-конвой за бугор отправляй, для того, гляди, изголодаются лишенцы и свалятся нам русским на шею. Прямо вот как евреи на жителей оккупированного Донбасса. Украина хочет заселить Донбасс евреями, предупреждает советник Владимира Путина. И это тот удивительный случай, который просто нельзя не проговорить. Да, все мы привыкли к городским сумасшедшим на федеральных каналах. Чего бы нам не скинуть всего одну бомбочку на Киев? Кормить синичек, потому что они желто-синие украинские птицы, и всячески избегать поддержки, а еще лучше охотиться на снегирей. Но здесь речь идет не о каком-то городском сумасшедшем, а о советнике Путина. Член Национального финансового совета Банка России, доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Сергей Глазьев. Сергей Глазьев. Новые власти Украины могут попытаться заселить восток страны евреями. То есть, еще раз, человек, который на трезвую голову вещает о планах Украины заселить евреями Донбасс. Для того, чтобы жители земли обетованной перебрались в Донбасс, регион нужно будет зачистить от русских. Так считает советник российского президента Сергей Глазьев. Дает советы президенту ядерной державы. И здесь есть два простых комментария. Ну, во-первых, теперь вы понимаете, почему Россия при Путине – это страна фейк? Обидно, слушай. Понимаете, откуда все эти распятые мальчики, диспетчеры Карлоса и далее по списку? В соцсетях появились публикации испанского диспетчера Карлоса, который утверждает, что вел Боинг-777 малазийских авиалий. Написал в своем твиттере, что рядом с лайнером были два истребителя ВВС Украины. Просто рыба напрочь сгнила с головы. Ведь если журналист условного РЕН-ТВ видит, что полную дичь абсолютно безнаказанно могут нести люди от власти, то чем, собственно, он хуже? Прямо в эти минуты навстречу нашей планете на бешеной скорости мчится гигантский стероид. Все просто. Безнаказанность порождает такую же безнаказанность. Или, может быть, Глазьева за разжигание межнациональной ненависти привлекли, а? Или по свеженькой статье за распространение фейков? Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который запрещает публиковать фейковые новости. Да как бы не так. Ведь путинские бояре – это уже при жизни памятник. Кто-либо посадит? Он же памятник! А вот последствия такого чудесного подхода к фейкам все мы имеем возможность наблюдать последние годы. Можно очень долго смеяться над дичью из российского телевизора, если бы у постоянных зрителей от концентрированного уропатриотизма реально не начинались проблемы с психикой. На коленях встало сюда. На коленях. Это не смешно? На коленях подходит. На коленях и землям целова. Целу земля. Целу землю. Это, например, один из лучших педагогов Краснодарского края проводит разъяснительную беседу с юным предателем Родины. Явным белоленточником и либерастом. Если вам ребенок говорит о том, что он ненавидит русских в Россию, а? Вырастили родители, значит, со потенциального украдиверсанта. Ишь, что позволяет себе этот клоп-солдатик. Русскую землю он не любит. Но ничего. Сейчас мы тебе мелочь пузатая любовь через поцелуи прививать будем. Целу землю звать. Та, которая тебя гордит. Да-да, вы все верно поняли. Макаренко в юбке заставила пацана целовать родимую русскую землю. С пычками, с соплями и прочими радостями возле типичной российской песочницы. Ты русский. Ты вырос на русской земле. Я русский. Понял? Все хорошо. Я русский. Это просто, чтобы все понимали, во что выливается засилье городских сумасшедших на федеральных каналах. Все эти потоки ненависти и вечный поиск врагов. В итоге одна беззащитного ребенка мутузит. Другие, дав подливы против бородачей в Ингушетии. Почувствовали себя суперменами перед безоружной школотой и студентами, приехавшими на концерт. 20 человек задержала полиция после концерта в Лужниках. Оху нет! Оху нет! Снимай! Не ты, пацаны! Не снимай, это полиция! А третий, пока никого не мутузит, просто одевают к празднику форму сотрудников НКВД. В рамках проекта ГУ МВД России по Ростовской области полицейские предстали в образах сотрудников НКВД. Ну а почему нет? Хорошие ведь ребята были. О, подумаешь, пару миллионов по подвалам расстреляли. Эх, доносы, лагеря, враги народа в братских могилах. Золотые были времена. Один из них только что мне сказал, если Родина нас позовет, мы еще сможем им показать Кузькину мать. Благо царь-батюшка делает все, чтобы настоящие патриоты страны русской поскорее к тем славным денькам вернулись. Лагерей пока не понастроили, но переписки россиян в любой из соцсетей товарищ майор теперь железно будет читать. Я сейчас могу запустить программу, которая подключит базу данных и попытается собрать данные из баз. Да и правильно. Не должно быть у гражданина от государства секретов, потому что с мелочей все начинается. Сначала строчат жене в мессенджере, что зарплата маленькая, а потом оп, и скачут уже оба на Майдане. В общем, все строго по Оруэллу. Ой, простите, Мизулиной. Чем больше запретов, тем больше свободы. Запрет, как норма права, из которой конструируется закон, и слово должно быть очень четким, которое что-то запрещает. Это и есть самая большая свобода человека. А вывод отсюда простой. Известный и каждому еще со школьного курса физики. Любое действие рождает противодействие. История человечества показывает, что народ, как пружина, его можно долго зажимать, но рано или поздно. Пружина разожмется. Диктаторы, как правило, после такого не живут. И есть большое сомнение, что кое-кто станет исключением из правил.